Как в этой истории про Сакши Гопала, которая описана в читании Чаритамрити, Брахман пришел к божеству Сакши Гопала и сказал, Господь, моя репутация под угрозой, пожалуйста, выступи свидетелем, защити мою честь. И Господь ответил ему, я не могу ходить. Но тогда предный сказал ему, если ты можешь говорить, то ты и ходить можешь тоже. В читании Чаритамрити также описана история о Мадхавендра Пури. Он был духовным учителем, духовного учителя Ши Чайтани Махапрабху. Мадхавендра Пури был полностью погружен в служение Господу и постоянно думал только о Господе. Он ел только если кто-то сам ему предлагал просад, иначе он просто голодал. И когда Мадхавендра Пури установил божество, Господь во сне сказал ему, что мне до сих пор очень жарко, принеси мне сандал, чтобы сделать сандаловую пасту и охладить меня. Мадхавендра Пури поручил поклонение божествам двум брахманам из Бенгалии, которым он дал посвящение. А сам отправился в Джаганатха Пури, и по дороге он пришел в Римуну. В Римуне находится очень древний храм, который называется Храм Рада Гопинадхи. И этот храм славится тем, что там предлагают Господу очень изысканные блюда, очень высокого качества, и особенно славится сладкий рис, который предлагают Господу в этом храме, и его называют Амрита Кели. Он подобен нектару, райскому нектару. И Мадхавендра Пури подумал, вот если бы я попробовал этот сладкий рис, я потом бы мог такой же сладкий рис готовить Гопалу на Говардхане. Но это желание у него появилось в тот момент, когда шло еще подношение к Господу. Ему стало стыдно, и он ушел из храма, сел на рыночной площади и стал повторять жапу. И что сделало Божество? Божество? И что сделало Божество? И сказал Пуджари в мечте. Я украл один горшочек сладкого риса, спрятал его за занавеской, и потом во сне сказал своему Пуджари, я украл горшочек сладкого риса, это для Мадхавендра Пури, ты должен найти его и отдать ему этот горшочек сладкого риса. И Бог непостижим. Субтитры создавал DimaTorzok